Всем привет! Мы рассказываем о главном в Беларуси за неделю. С вами Алина Исаченко. Зачем властям Литвы понадобилось лишать белорусов и россиян ВНЖ? Как Следственный комитет сможет получать данные граждан без их согласия? И почему белорусская пропаганда героизировала стюардессу, слетавшую в космос? Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этих и других событиях. Подписывайтесь и ставьте лайк. Комитет Сейма Литвы по нацбезопасности поддержал идею лишать белорусов ВНЖ за поездки домой. Согласно этому предложению, литовские власти смогут аннулировать вид на жительство граждан Беларуси, которые за последние три месяца ездили на родину чаще, чем один раз в месяц. Это ограничение коснется и граждан России. Литовские власти опасаются, что часто ездящие на родину белорусы могут сотрудничать с режимом Лукашенко, а это, в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности страны. После выборов в 2020 году число белорусских граждан в Литве стремительно выросло. Например, число белорусов, получивших ВНЖ в Литве, увеличилось с 23 тысяч в 2022 году до 31 тысячи год спустя. Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, которая, кстати, сама живет в Вильнюсе, заявила, что в таком виде поправки не должны быть приняты, и что многие белорусы ездят домой не из-за поддержки Лукашенко, а по личным причинам. Белорусские силовики смогут получать доступ к личным данным белорусов без их разрешения. Как такое возможно? Благодаря новому проекту, который утвердили депутаты парламента на этой неделе. Сотрудники Следственного комитета могут и сейчас получать от госорганов информацию о физлицах, которая им необходима. Однако сейчас эту процедуру упростят. Следственный комитет сможет получать данные из информационных систем, которые содержат, в свою очередь, персональные данные о гражданах, и это, возможно, будет получать без их согласия. Уголовные дела за оскорбление Александра Лукашенко после 2020 года заслуживают отдельной рубрики. На этой неделе правозащитники рассказали о Владимире Микуличе, которого приговорили к двум годам химии за несколько репостов в Одноклассниках, которые якобы унижали достоинства Лукашенко. Судья также постановил конфисковать у мужчины телефон. Еще одного белоруса, жителя Гродно Юрия Волкевича, приговорили к году колонии за то, что тот якобы нецензурно высказался о Лукашенко в присутствии четырех силовиков, тем самым причинив ущерб его авторитету. Ну и в завершении в городе Березы осудили 58-летнего механика на три года химии за то, что он оставил в телеграм-чате сообщение Лукашенко, которое суд также посчитал оскорбительным. Мобильный телефон мужчины изъяли в доход государства как средство совершения преступления. На прошлой неделе Лукашенко встретился в Москве с Владимиром Путиным. Позже, выступая перед журналистами, Лукашенко ответил на часто задаваемый ему вопрос о том, присоединится ли Беларусь к войне с Украиной. Мы никак не оценивали такой необходимости. Нет и не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, наши журналисты могут вам рассказать, что России, России, сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываю, что мы соагрессоры. Мы с Путиным агрессоры. Вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю, ни я, ни Путин, мы вчера тоже эту проблему обсуждали. Мы не хотим, чтобы страдал братский нам народ украинский. Вот эти вот призывы, Беларусь, войну, Украине, это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас тянуть в войну с Украиной. Что произойдет? В интернете не утихают разговоры о белорусской Марине Василевской, которая провела на орбите МКС 13 суток. В Беларуси ей вручили звезду Героя Беларуси, орден Гагарина, намереваются установить в Минске скульптуру в ее честь, а Лукашенко даже взял ее с собой на встречу с Путиным. Однако у многих возникли вопросы относительно квалификации самой Василевской и значимости ее подвигов, о которых так трубит пропаганда. Оказалось, что Василевская вовсе не профессиональная космонавтка. На сайте Роскосмоса напротив имени Василевской стоит аббревиатура УКП, что означает участник космического полета. Такую формулировку Роскосмос использует для обозначения космических туристов. Кстати, в США, например, стать космическим туристом может каждый, кто готов заплатить за это. Про властные СМИ обошли стороной тему и высшего образования Марины Василевской. Они не указывают, в каком вузе она училась, не говорят о ее специальности. Ничего не сказала об этом в интервью пропагандистам и мать белорусски. Однако издание «Зеркало» выяснило, что Василевская по профессии менеджер-экономист. Она была зачислена в один из частных минских вузов в 2012 году, который с тех пор был ликвидирован. Она также работала стюардессой белорусской авиакомпании «Белавиа». Так зачем же пропаганде понадобилось героизировать Василевскую? Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что таким образом власти пытаются создать общенациональный повод для гордости. В этом смысле эксплуатация космоса работает наилучшим образом, а Василевская служит менее политизированным героем современности. Даже если за пределами гос.СМИ это мало кто заметил. На этом у нас все. Смотрите нас на нашем YouTube-канале, заходите на наш сайт bbc-russian.com. Там каждую пятницу у нас выходит письменная версия белорусского обзора за неделю. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok